мы встретили практически мы встретили рассвет на лонжерон чеки во больше слов нет потому что красота неимоверная конечно все бы это не было таким красивым если бы на заднем фоне не стоял главный интервьюер страны анатолий анатолий доброе утро а можно пару слов а мы блогеры меня зовут вика привет каково быть главным интервьюером страны ты должна была у гордона спрашивать не так сильно называю на себя сейчас искал тебя привет я главный интервьюер страны дай 5 не что говорю мы говорим а блин это наш стиль конечно не нормально нормально приятно очень да да а каково когда тебе все дают не все не все а кто-то во первых а прям нужны имена тебе явки кто кто-то тебе не дал мне не дал например владимир зеленский кстати серьезно да мы договаривались про интервью еще в конце лета но мы уже практически договорились но затем что-то поменялось в планах в планах команды зеленского видимо они уже как раз начали планировать предвыворку и поэтому они отказали в интервью в итоге но я думаю что мы как минимум через пять лет возьмем интервью зеленского а из девушек кто отказывал такого не было в моей жизни зачем ты такое говоришь зачем ты меня унижаешь перед своей аудиторией сделаем маленький флешбек вспоминаем интервью с Лавнюком да и он цитировал в Одессе было интервью классное там девчина спитала и стыдно ничего не знача быть притчей на устах у всех да это это страшно потому что это и про вас и про меня тоже такая красивая девочка из Одессы про пастернака это была я это ты котик это была я слушай очень круто кого из глобь еще планируешь записать в этом у нас а когда выйдет это интервью ну когда вы сегодня да у тебя так быстро все слушай ладно тогда открой секрет значит у нас выходит ближайшее эксклюзивное интервью первое большое с Андреем Бедняковым потому что он не давал никому интервью и мы последние полгода вот правда полгода вели переговоры по поводу интервью с Аленой Алена это самая крутая кто сейчас есть на нашей эстраде круче нет без обид ко всем остальным и я думаю что скоро она тоже появится у нас на канале ну и много интересных бизнеса историй например там радуцкий владельцы книги борис его сын city beach club и все другие проекты и другие вещи поэтому а ну и помимо этого мы еще запускаем такую отдельную историю нас будет несколько таких уже социальных фишек социальных интервью неправильно назвал это наверное в общем это будет интервью с ребятами которым пришлось покинуть там восток украины донецк луганск или крым типа лиги анатолич story ну это такие истории мотивирующие когда ребят вообще за интервью кар özitar я бы не назвал первый я же вам так откровенно да у нас здесь все время сколько на стене это не интервью это этой истории потому что то есть мне не интересно типа вот звезда вот смотрите мы пришли пить чаю такой типа выше звезда Man вот это мне интересно мне интересно в каждом чеке что это история что может за донести показать объяснить дать пример вот например не Не обязательно, чтобы это был известный человек, поэтому вот истории ребят, которым пришлось, по сути, начать с нуля, там, да, в пятнадцатом, в четырнадцатом, в пятнадцатом, в шестнадцатом годах, очень крутые истории, мне столько их прислали, и мы уже несколько записали, это вот насчет выходить уже через неделю. Говорят, что все медийные, популярные люди, они такие... Слушай, ты какой-то блог, у тебя столько камер вообще, это больше, чем за интервьюри камеры. А у меня просто любовник-миллионер, он платит. А как ваш план? Я тоже так начинал. С миллионера-любовника? В итоге, да, в итоге я, как бы, заработал пироги уже сам. Говорят, что все медийные личности, популярные, особенно мальчики, они, короче... А, есть время, да, еще? Да, да, есть. Мы подождем. Ну, такой человек, не мешайте. Не мешайте, пожалуйста. Нужно надену? Да, да, да. Говорят, что они все периодически п***чивают на себя. Ты трогаешь себя, когда видишь какое-то клевое свое интервью или типа спич? Хорошо, что ты надел очки. Нет, я тебе открою сказать, что я, во-первых, очень критично отношусь к любому продукту, который делаю. И, во-вторых, я не пересматриваю интервью, мне неловко. Я никогда не смотрел вообще свои программы. Ни там, ни утренние, ни какие-то там, ни голос, когда... Почему? Ну, мне как-то неловко. Мне не очень нравится, как я выгляжу. Ну, знаешь, типа, ну, все время, во-первых, хочется больше получить от себя. И, когда ты смотришь, понятно, ты видишь все лажи, и поэтому я не очень люблю смотреть. Например, финальный эпизод я смотрю, ну, понятно, я смотрю правки делаю сам, поэтому я его смотрю, но... На монтаже сидишь? Я делаю правки, я отсылаю, ну, и монтажеру передаю полностью тайм-коды, он уже все врезает. Насчет смотреть. Вообще-то знаменитости, вот покойный Майлс Дэвис говорил на вопрос, кого вы слушаете, он говорит, себя и Джимми Хендрикса. Ну, блин, ладно, я тоже слушаю Джимми Хендрикса, ладно. А Савва Липкин у тебя был в интервью, это же одесский ч**одесит. А почему, он тебе заплатил денег, или ты решил просто про него снять? Нет, нет, ты что, Савва никому не платит денег. Нет, Савва был бесплатный. Но это на самом деле интересная история ресторатора. У нас был Дима Борисов, да, крутейший киевский ресторатор. Был вот Коля Тищенко только вышел. Савва Липкин, мы записали, кстати, интервью с ребятами, это было в Львове? Конечно, я с садовым интервью писала, ездила недавно. С этой джедайв хотела бы сделать? Она то в таки круг зерка. Прямо звите туда? Ну, садовое мне не так интересно, например, как ребята, которые основали сеть Фест. Это все эти Краевка, Мазах, Кафе, Львовская Риберня, Пьяна Вишня. Она, кстати, есть и в Одессе, да, по-моему, или нет? Пьяна и Вишня, кажется, есть, да. Ну, то есть это самая крутая львовская сеть, и вот мы записали с владельцами этой сети интервью. То есть, по сути, у меня есть уже рестораторы со Львова, ну, со Львова выйдут только. С Одессы, с Киева, поэтому Савва Липкин, несомненно, один из ярчайших. Мне, кстати, интересно познакомиться с ребятами, которые делают вот молодость, рынок еды. Мы их знаем хорошо. Мы их знаем. Я думаю, что тоже такой неинтересный, интересная их история. Я думаю, что тоже может они появятся. Прикольно. Все, ван лав. Ван лав, ван лав, ван лав. Все, увидимся. Спасибо. Пока. Пока. Пока.